Неделя пролетела как один день и вот снова мы в студии итогов недели. Добрый вечер, с вами Гульнара Умарова и вот коротко о главном. Соблазн велик, почему те, кто должен бороться с коррупцией, сами погрязли во взятках. Коммунальное проклятие шлют жители в адрес ЖКХ. Онлайн обучение и чему научат наших детей по интернету. Это не весь список новостей и того, что предстоит сегодня обсудить. Все в итогах недели мы начинаем. На неделе стало известно, что в США умер человек, который первым в мире привился от коронавируса. В целом вопрос вакцины, конечно же, важный и серьезный. Ее обсуждают на всех уровнях во всем мире. Казахстан в этом плане стал передовым, потому что именно один из немногих, кто предложил собственную вакцину. США, Европа, Казахстан, стран, в общем-то, немного. На самом деле получается, что наша вакцина вот-вот получит международное признание. Об этом говорили как раз Тукаев на встрече с генеральным директором ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения, как известно, приветствует нашу вакцину и говорит о том, что скоро ее признают на международном уровне. Соответствует она уже всем стандартам. И что самое главное, с этой вакцины после, вернее, этой прививки казахстанцы свободно смогут ездить по миру. Ведь, как известно, например, в Арабских Эмиратах не принимают казахстанцев именно после этой вакцины и после российского спутника тоже. Скоро все изменится, да и в целом наши совместные усилия должны быть оправданы, а коронавирус должен быть побежден. Об этом говорили Тукаев и ВОЗ. И вот, что они еще рассказали. Во время видеоконференции обсуждали совместную борьбу с коронавирусом. Весь мир борется с ковид и Казахстан не в последнюю очередь отметили ВОЗ. Разработанная нашими учеными вакцина уже показала свою эффективность, а президент рассказал руководителю ВОЗ о предварительных результатах. Клинических испытаний и уровень эффективности составил 96%. В настоящее время профильные органы приступили к процессу получения одобрения вакцины со стороны Всемирной организации здравоохранения. «Рад приветствовать вас. Идеи, которые вы высказали, были очень мудрыми. 10% населения, которое планируется вакцинировать, я считаю, что это отличная цифра и отличный стандарт. Я хотел бы воспользоваться данной возможностью, чтобы выразить вам признательность». В свою очередь ВОЗ приветствовал разработку вакцины Казвак и заявил о готовности рассмотреть возможность включения в список медикаментов, которые рекомендованы ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. «Два миллиона вакцинированных на сегодняшний день – весьма весомый показатель. Многие страны до сих пор не достигли такого уровня. Ваши амбициозные цели – вакцинировать 55% населения страны заслуживает уважения». А еще Тукаев призвал руководителя ВОЗ поддержать казахстанскую инициативу по разработке политической резолюции о первичной медико-санитарной помощи. Она может быть принята в ходе очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН в 2022 году. Гульнару Марова, Ахмедер Ильясов, ТДК-42. «Как известно, инвалидов неохотно берут на работу, особенно в частных предприятиях, и многие работодатели просто не хотят возиться. Например, с созданием условий – это пандусы, другие условия – социальный пакет и многое другое. Ну и, конечно, единственный, кто позаботится о них, это государство, их правительство постоянно думает о людях с ограниченными возможностями. И это не сарказм. Один из результатов уже есть. Можилис рассмотрел проект закона, который касается социальной защиты граждан. Понятия об инвалидности, группе, а также выплаты будут изменены, и это не только денежный вопрос, но и жилищный. Обо всех нюансах, которые касаются людей с ограниченными возможностями и детей в целом, в нашем следующем сюжете. Изменение понятия «инвалид» на лицо с инвалидностью. Установление группы инвалидности будет теперь с 7 лет, тогда как сейчас установлена категория «дети-инвалиды» до 16 лет. Введение и увеличение социальных пособий по инвалидности для детей 1, 2 и 3 групп. Введение пособий лицам, ухаживающим за инвалидами 1 группы в размере 1,4 прожиточных минимума. Дети-инвалиды смогут получать одновременно два пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца, если один из родителей умрет. В настоящее время из 66 тысяч лиц с инвалидностью 1 группы каждый третий не обеспечен ни пособием по уходу, ни услугами индивидуального помощника. Это лица в коматозном состоянии, лежачие инвалиды и так далее. В результате принятия законопроекта пособием по уходу будет охвачено дополнительно 24 тысячи лиц, нуждающихся в постоянной посторонней заботе. Ведутся подготовительные работы по введению нового пособия. А ещё сохранится очередь на получение жилья из госфонда семье, которая воспитывает ребёнка-инвалиды даже в случае 18-летия. Необходимо также совершенствовать механизм обеспечения людей с ограниченными возможностями, необходимыми техническими средствами, товарами и услугами. «Необходимо эту процедуру, вот то, что касается определения категории инвалидности детей, сделать упрощённой и сделать её в проактивной такой форме или формате. Это означает, что уже сейчас вашему министерству, министерству здравоохранения выработать алгоритм совместных действий. Вы должны сделать всё, чтобы во избежание ажиотажа родительского сообщества, надо оперативно завершить все интеграционные процессы всех ваших информационных систем, что сегодня нету ещё». Помимо всего этого, в рамках закона проекта предлагается продлить период ухода за ребёнком до 18 лет. Это положительно повлияет на назначение пенсионных выплат по возрасту и базовой пенсии, уверены в Мужелисе. Как часто мы надеемся на помощь полиции и других органов, которые призваны нас защищать, но на самом деле выходит по-другому? Когда часто сотрудники тех же госорганов, скорые, полиции, чиновники просто оказываются взяточниками? Складывается, конечно, ощущение, что коррупционерами оказываются именно те, кто должен с ней бороться. Может грубо прозвучит, но это как собака, которая пытается поймать свой хвост. В октябре на скамье подсудимого, оказался старший офицер антикоррупционной службы. Он подстрекал предпринимателя дать взятку, чтобы так решить вопрос с доначислением налогов и пени. Ну и в итоге завладел деньгами бизнесмена, это без малого 60 миллионов тенге. Попался он на собственной жадности, суд состоялся лживому борцу. С коррупцией вынесли приговор. Какой срок все-таки он будет мотать в тюрьме, расскажет Лейла Уесова. Громкое дело рассматривали в межрайонном уголовном суде. Сотрудника антикоррупционной службы приговорили к 12 годам тюремного заключения. Суд пришел к выводу, что доказана его вина в совершении мошенничества и подстрекательстве к даче взятки. Вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевшего, свидетели, протоколами следственных мероприятий и заключениями судебных экспертиз. Борца с коррупцией судили сразу по двум статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан. Наказание вынесли суровое, так как отягчающим обстоятельством стало нарушение принятой присяги. С учетом этого осужденного назначено 12 лет лишения свободы с обыванием наказания в учреждениях исполнительной системы максимальной безопасности. Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Доход государства конфискованное имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем. Приговор не вступил в законную силу. Между тем самыми коррумпированными сферами в Актюбинской области остаются градостроительства и финансы. За прошлый год в регионе раскрыто 53 преступления, 33 из которых относятся к категории тяжких. В основном это факты получения взятки, хищения из госказны и злоупотребления должностными полномочиями. Общий ущерб по уголовным делам составил 240 миллионов тенге. Лайла Уэсова, Жамар Ходобергенов, телеканал ТДК-42, Актюбе. Онлайн-обучение углубило неравенство учеников и теперь Минобразование намерен подтянуть тех, кто отстает в образовании во время летних каникул. Этот вопрос прокомментировали в профильном ведомстве и дело в том, что в онлайн-образовании дисциплинированные дети продолжают учебу, а те, кто не способен к самообразованию или к работе вне плотного контроля, отстает. В этом признались накануне и эксперты МОН. Кстати, во время дистанционного обучения, когда оно только начиналось, родителям обещали помочь. Государство говорило о том, что будет выделять компьютеры и все необходимые материалы для обучения. Но вот в одной из областей в Актюбинской разразился целый скандал по поводу онлайн-обучения и вот почему. Как известно, некачественные гаджеты и сами компьютеры вышли из строя, но теперь их отказываются ремонтировать, предлагают родителям оплатить этот ремонт. Учителя говорят, что раз родители пользовались этим домом и без контроля учителей, значит, они могли и сами сломать. Ну а то, что компьютеры выдавались не новые и вообще старое оборудование, это ничего страшного. В чем же все-таки корень скандала? Зачем родителям возвращать и зачем вообще оплачивать ремонт оргтехники, которая принадлежит, кстати, школе. В этом разбирались наши актюбинские корреспонденты. Новенькие ноутбуки и планшеты приобрели за счет государства еще в начале учебного года. На эти цели потратили 3 миллиарда тенге. Их раздали детям из многодетных и малоимущих семей. Для них также приобрели роутеры и оплатили услуги подключения к интернету. Теперь у некоторых родителей возникли проблемы с вышедшей из строя оргтехникой. Нам сказали, если компьютер сломается, они сами вызовут специалистов в школу и бесплатно сделают. А теперь говорят другое. За ремонт разбитого экрана, планшета у многодетной матери требуют 17 тысяч тенге. Откуда у нее такие деньги? Вся техника китайская, быстро ломается. У нас нет денег на ремонт. Как сообщили в областном управлении образования, в каждой школе с родителями заключили соглашение о материальной ответственности. Учеников просили бережно относиться к госимуществу. Но раз появились проблемы с ремонтом, чиновники постараются помочь нуждающимся. Если у многодетной семьи и малобеспеченной семьи нет возможности ремонтировать компьютеры, конечно, мы будем относиться к пониманию. Между тем, в одной из городских школ мать пятерых детей уже заставили написать расписку о том, что она согласна оплатить ремонт неисправного компьютера. В противном случае грозили взыскать полную стоимость техники. Теперь женщина, которая из-за болезни не может работать и не имеет дохода, надеется на поддержку главного педагога области. Ну и хотелось бы узнать, вот в Минобразовании, кстати, тоже на неделе выясняли, каким будут дети после таких вот скандалов, после онлайн-обучения о грехе, в котором обнаружили сами депутаты и министры. Вот на неделе заседали и решали, что же делать детям, потому что это будущие специалисты и будущая основа экономики нашей республики. Ну и, конечно же, при таких-то условиях обучения Минтруда признали все-таки, что некоторые получаемые студентами профессии устаревают. Пока студенты осваивают науки и ремесла, мол, отстаем от старого цивилизованного мира. Обучаемся по устаревшим методикам, стандартам, а список профессий попробовали пересмотреть депутаты и потребовали. Они обеспокоены тем, что ежегодно 70 тысяч выпускников не находят работу. При этом ведомстве назвали исчезающие профессии. Как известно, цифровизация идет в ногу. Со временем интернет тоже развивается, как и новые технологии. И в этом свете многие профессии, например, отдел кадров, работник бухгалтерии, даже кондукторы в автобусах, все эти профессии, они устаревают. Что же делать все-таки? Как переобучать детей? Как догнать новые технологии? Все это выясняли мы в нашем сюжете, узнали мнение Минтруда, Минобразования. Но давайте посмотрим, может ли решиться эта проблема. Все профессии важны, все профессии нужны. Как бы не так. Пока студенты грызут гранит науки, в вузах актуальность получаемой специальности теряется. Об этом заявили на круглом столе в Можелисе. А потом они выходят за ворота заведения, где их никто не ждет. Грустная картина, да еще и во время пандемии, когда многие объекты бизнеса не работают. Значит, рабочих мест еще меньше. Ведь пока не всем разрешили деятельность, а свои вопросы на эту тему депутаты задали Минтруда и Минобразования. Ежегодно 70 тысяч выпускников учебных заведений остаются нетрудоустроенными. 40% студентов работают не по специальности. И только в 2020 году 23 тысячи студентов, молодых людей, отчислили с первых-вторых курсов ТИПО и вышли на рынок труда, не обладая какой-либо квалификацией. И в то же самое время Министерство образования и науки продолжает готовить кадры и распределять государственный социальный заказ по специальностям, которые не пользуются спросом на рынке труда. Всему виной современные реалии ответили в Минтруда. Сейчас век цифровизации, многие профессии устаревают, некоторые скоро и вовсе исчезнут. Так что есть необходимость меняться и быть гибкими в вопросах занятости. Автоматизация, технологические инновации, демографические изменения, новые бизнес-идеи приведут к автоматизации одной третьей части работы к 2035 году. Данный факт может затронуть три четвертых рабочих мест. Расширится применение гибкой формы занятости, которая охватит и традиционные отрасли экономики. Данные факты требуют совершенствования навыков, целенаправленное приобретение новых знаний, изучение передового опыта. Разумеется, рабочие профессии никуда не делись, хотя производство автоматизируется, все еще нужны специалисты с большим опытом. Несмотря на коронавирус, сейчас открываются новые объекты в регионах, а значит, нужны будут новые работники. Итак, исчезнуть могут те профессии, которые заняты в рутинной работе. К примеру, бухгалтеры, кадровые работники и даже кондукторы в автобусах. Все заменит автоматикой и роботы. Правда, у нас это будет не скоро, но чем выше будут познания в сфере цифровизации и технологий, тем больше шансов, что вы останетесь на плаву. В Уральске местные дети занимаются творчеством в здании бывшего ресторана, вернее, не бывшего, а нынешнего. Ну, сейчас объясню, почему. В связи с пандемией коронавируса Аким области посоветовал предпринимателям по возможности поменять направление. Некоторым, конечно, это удалось. Предприниматели сдали в аренду государства свои помещения. Рестораны простаивали, прибыли никакой не было. Как известно, то и бизнес тоже затих во время коронавируса. Ну и пришлось как-то выкручиваться. Многие объекты до сих пор закрыты. Но чтобы не простаивало, чтобы было чем людям платить и платить аренду, некоторые предприниматели согласились. Отдали Акимату в аренду свои помещения, и теперь там занимаются дети. Учителя говорят, что это хорошее подспорье, тем более в период летних каникул, когда дети будут свободны. И смогут заниматься в так называемых кружках, именно в стенах ресторанов и банкетных залов. Совсем недавно по этой лестнице поднимались молодожены, а ресторанный зал вмещал около 600 гостей. Сегодня это центр детского творчества, который посещает порядка 2000 ребят. Несмотря на то, что большую реконструкцию делать не пришлось, здесь комфортно размещается свыше 20 кружков. Во вчерашнем ресторане дети и педагоги действительно разместились очень комфортно. Здесь они занимаются рисованием, шахматами, изучают точные науки, отрабатывают технику речи и оттачивают мастерство пения. Раньше им приходилось ютиться в зданиях детских садов. Нынешние условия куда лучше прежних. Возможность детских занятий творчеством в большом комфортном помещении жителям Зачиганска просто необходимы. Вокал, шахматы, танцы, бисероплетение, английский язык, казахский. У нас очень много и айтыс проходит, КВН, химия. Много детей заинтересованные. Тем более сейчас летний период. Школы закончили свое обучение. Пандемия. И дети хотят ходить. Предприниматель, в свою очередь, обошелся минимальными затратами. Внутренний ремонт делать не пришлось. Установили лишь кабинки для разных кружков и секций, а также дополнительную мебель. За аренду помещения бизнесмену теперь платит государство. Но, к сожалению, не у всех предпринимателей получается так легко поменять направление. В успешности смены деятельности играет и местоположение, и то, во что собираются переделать тот же самый банкетный зал. Кроме того, не секрет, что на развлекательных мероприятиях зарабатывают куда больше. Поэтому в следующем году бизнесмен может снова вернуть прежнее направление. Многие надеются, что с работой приложения «Ашик» и ослаблением карантина бизнес снова будет работать на полную мощь. Благодаря этому проекту ряд вид деятельностей, которые полностью приостановлены, они сейчас возобновляют свою деятельность. Это такие виды, как кинотеатры, бильярд, боулинг, которые полностью приостановлены в красной зоне. Однако сейчас они работают, если являются проектом «Ашик». Деятельность разрешена по типу ресторанов и кафе, это я касательно банкетных залов говорю, но без проведения вот этих танцев, таких танцевальных, музыкальных мероприятий, можно так сказать. Что будет дальше, пока неизвестно, поэтому говорить о том, что кардинальная смена вида бизнеса – это хорошо или плохо, еще рано. Но в данном случае ясно то, что обе сферы – и образовательная, и развлекательная – востребованы среди населения. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК-42. А вот в мире экономики событий было немало по сравнению с основными итогами недели, но коротко о том, что произошло. На неделе прошел белорусский воеждж Аскара Мамина в рамках поездки в город Минск для участия в заседании Совета глав правительства Совет СНГ. Премьер-министр Аскар Мамин провел переговоры с премьер-министром Республики Беларусь. Стороны обсудили перспективы дальнейшего наращивания сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и агропромышленной сферах, а также фармацевтике, медицине. Были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в рамках Содружества независимых государств, Евразийского экономического союза и других интеграционных объединений. По итогам первого квартала 2021 года двусторонний товарооборот составил 175,6 миллиона. Это на 12% выше, чем за тот же период прошлого года. В Казахстане, например, работают 8 совместных предприятий Республики Казахстан и Республики Беларусь по производству крупной промышленной и сельскохозяйственной техники с локализацией на уровне 40%. Еще Аскар Мамин предложил разработать единые правила по торговле для всего Евразийского экономического союза, хотя, конечно же, это уже сделано, но все-таки нужно более углублять экономическое сотрудничество, говорил он белорусскому коллеге. Ну и, конечно же, наш премьер отметил важность разработки новых механизмов финансирования проектов и мер по углубленной промышленной кооперации. Обеспечение продовольственной безопасности, создание новых совместных производств, развитие транспортной структуры, улучшение инвестиционного климата. И по итогам этого заседания принято соглашение о сотрудничестве в сферах содействия занятости населения, санитарной охраны территории СНГ, предупреждение пресечения использования ложных товарных знаков и географических указаний. В общем, принят целый ряд документов. Больше половины безработных хотят быть начальниками. Такие любопытные данные привели в Атамикен. В Национальной палате предприниматели провели анализ среди пришедшихся искателей на вакансии. Как выяснилось, порядка 6% безработного населения имеют глубокие депрессивные проявления. Это такой вот сложный контингент, которому непросто искать работу. 56% предпочитают именно руководящие должности, и только 14% предрасположены к физическому труду. Но и в целом в Казахстане стало больше безработных. Уровень безработицы увеличился на 2%, а вот численность безработного населения в первом квартале 2021 года составила 451,3 тысячи человек. Среди регионов республики в первом квартале 2021 года уровень безработицы варьировался от 4,5% в Карагандинской области до 5,2% в Туркестанской области, а также в городе Алматы. Уровень безработицы среди женщин, кстати, выше, чем среди мужчин, это 5,4% против 4,4%. Для справки, годом ранее уровень безработицы среди женщин составлял 5,3%, среди мужчин 4,3%. И, кстати, в рамках дорожной карты занятости в текущем году планируется создать 27 тысяч рабочих мест. Через такие меры как раз и стабилизируется экономика, уверена в правительстве. Еще есть отдельная дорожная карта занятости на 2020-2021 годы, которая разработана специально для срочных мер поддержки населения именно в период пандемии. В рамках программы выделен 1 триллион тенге, и главное, что меры принимаются. Надо только их правильно использовать, применять, а населению разъяснять, как этим пользоваться, говорят в правительстве. Любопытная информация на неделе прошла из сферы автомобильной промышленности. Оказалось, что электромобили освободят от утиль сбора в Казахстане, причем по всей республике. Уже с 4 июня вступит в силу приказ министра экологии, геологии и природных ресурсов республики о нулевом коэффициенте для расчета утилизационного платежа в отношении электромобилей, электроавтобусов и электрогрузовиков. Ранее утилизационный платеж за автомобили с электродвигателем разных категорий составлял от 437 550 тенге до 1 166 800 тенге. Для грузовых транспортов это размеры утиль сбора составляет с 1 миллиона 20 тысяч и выше. В данный момент в Казахстане всего 422 электромобилей, а в Минэкологии считают, что отмена утилизационного платежа позволит стимулировать производство электроавто. Также увеличивает спрос на покупку экологически чистых транспортных средств. Помните сказку про трех поросят, когда один построил дом из соломы, другой из веток дерева, а третий из камня? Ну, конечно, известно, чем эта сказка закончилась, но современные реалии требуют того, чтобы применяли качественные материалы при строительстве. Ну и, конечно, требования к строителям и к этим компаниям должны быть одни. Материал высокого качества, полная квалификация сотрудников. Те, кто их оценивает, вернее оценщики, будут проходить строгую проверку. То есть после окончания строительства специальная комиссия ужесточит прием представителей авторского технического надзора. К тому же, если до этого гарантийный срок по объектам составлял два года, то теперь срок удлинили. Увеличился срок этот до трех лет. Ну и говорят, что Бог любит Троицу. Вот эта облицовка та самая в том же доме, в том же городе рухнула трижды за два дня. Что же все-таки происходит? Почему? Причина в этом. Если облицовка рухнула, то не рухнут ли стены, а беспокоились жильцы. Ну и наконец-то после трех дней мучения Акимат пошел навстречу жильцам, засучил рукава и взялся за дело. Напомним, что первый раз это случилось в ночь с 22 на 23 мая из-за сильного ветра. И накануне еще на одной части дома плитка обрушилась. Повредились несколько кондиционеров, они попросту упали. И если раньше сообщалось, что работы по восстановлению здания должны выполнять сами жители за свой счет, то сейчас уже за восстановительные работы взялся городской Акимат. Кстати, дом был возведен еще 14 лет назад и гарантийный срок уже прошел. Поэтому ответственности уже не на кого возложить. Теперь за счет бюджета и ПСД составит и восстановительные работы, и весь ремонт проведут за счет бюджета. После данного инцидента жители дома номер 169 30 микрорайона боятся ветреной погоды. Все потому, что накануне облицовка части дома повторно обрушилась. Такого не должно быть. Просим у Акимата восстановить все, дабы избежать человеческих потерь. Ведь именно здесь проходят люди, которые выходят с автобусов. Здесь находится учебный центр. Это мой бизнес, благодаря чему я кормлю свою семью. Многие родители жалуются, говорят, пока не восстановят обрушенную часть, не буду возить детей в центр. Получается, из-за всего этого я могу лишиться своего дела. Если ранее сообщалось, что работы по восстановлению здания должны выполнить сами жители, то сейчас за это взялся городской Акимат. В срочном порядке были выделены средства из бюджета, из резерва по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Определенно частные товарищества с ограниченной ответственностью на освоение этих средств. На занятия строительными работами сейчас работы уже начаты. В Акимате города приняли решение о том, чтобы полностью реконструировать жилой дом. Обрушение наружной облицовки признано чрезвычайной ситуацией техногенного характера. Поэтому все необходимые средства выделяются за счет городского Акимата. Айдана Маулянгаза, МНД Каманкулов, Рустам Джумашев, ТДК-42, Мангисталская область. Каково оказаться без коммунальных благ? И это в 21 веке, когда роботы операции делают и на Марс уже регулярно летают. Тут в родном отечестве не дождаться положенной помощи. В Уральске, например, жители многоэтажного дома остались без электричества и без воды. Причем ни Акимат, ни аварийные службы на помощь не пришли. После затопления подвала экстренные службы отключили свет. А когда дом снова подключит к электроснабжению, пока неизвестно. Зато когда стартует перепись населения или выборы какие-нибудь, о них непременно вспомнят. Ну а то, что электорат сидит без света и воды, это ничего, это нормально. Но в сельской местности ситуация ничем не лучше, чем в областном центре. В селе Трёкино района Байтирек тоже сидят люди без газа, без света, без воды. Причина и тому не только природной стихии, но и изношенные трубы. Обрыв линий из-за ветра и электропередач нет света, нет насосов, которые качают воду. И так ежегодно. Ситуация патовая. На сферу энергетики, которую то и дело рвут, как ромашку для гадания, денег нет. Бывшее в доверительном управлении из-за обказа РЭК снова передается Акимату. Глава области на брифинге недавно заявил, что на ближайшие три года необходимо 24 миллиарда тенге. Это для ремонта электросетей и оборудования. А вот что делать жителям Трёкино и города, он тактично промолчал. Давайте послушаем наших уральских корреспондентов и узнаем, в чем дело. Село Трёкино расположено в 15 километрах от областного центра. По сути, ближайший пригород, а на деле беспросветная глушь. Жители населённого пункта рассказали, что во время урагана рухнулись гнившие от времени столбы. И произошёл порыв линии электропередач. В итоге ни света, ни воды, ни газа. Начался ураган, свет отключили. По сей час нет ни газа, ни света. Это как вот, кто с маленькими детьми, это вообще же проблема. Кто-то без чая, кто-то без еды ушёл на работу. Жители села потребляют питьевую воду, которую качают с помощью специального насоса. Без электричества он перестал работать. Кроме того, рядом с населённым пунктом начали ремонтировать газопровод. Все столбы изнушены, их давно пора менять. В прошлом году мы также несколько дней сидели без света. Живём рядом с городом, но нет никакой цивилизации. Разве нельзя всё привести в порядок? В сельском Акимате о проблеме знают и постоянно пишут письма вышестоящей инстанции. В 2013 году была разработана проектно-сметная документация на новую подстанцию. Но её строительство так и не началось. Вопрос должен решиться на областном уровне. Мы поставили в известность Акима. Аким региона Галий Скалиев отметил, что в области электросети изношены до предела. Сейчас завершается процесс передачи АО «Запказрек» в государственную собственность. Сейчас у нас появляется возможность финансирования тех расходов, которые необходимы, чтобы привести в порядок сети. То есть это надо покупать технику, это надо покупать оборудование, столбы покупать, провода покупать, строить новые высоковольтные линии и так далее. То есть мы определили минимальный объём инвестиций, который нужно в ближайшие три года сделать. Около 24 миллиардов тенге нам потребуется. В принципе, сумма, которую можно найти. Напомню, что зимой в селе Трёкино из-за отключения света не сработал датчик, отключающий подачу газа в частном жилом доме. В результате неисправности погибли пожилые супруги. И никто не гарантирует, что трагедия не повторится вновь. Роман Копняев, Монорбек Кушалеев, Рустам Джумашев, ТДК-42. А вот живой пример того, что мы говорили в начале. Образование, как известно, даёт не только корочку диплома, но и необходимое знание. А когда ты учишься не по профессии, потому что родители отправили за диплом, получаются плохие вещи. Вот и на неделе случилось то, к чему может прикоснуться как раз сфера образования. Как бы странно ни звучало, но халатность некоторых специалистов привела к гибели женщины. Халатно, как говорится, относится к своим обязанностям некоторые врачи. Вот такие горе-работники попадаются во всех сферах. Не стало исключением и медицина. Говорят, что у каждого врача своё кладбище. И, конечно, ко всем подряд это не относится. Но к халатности медработников мы уже привыкли, мы уже об этом слышали. Вот и на этой неделе родные умершие в Бурлинской районной больнице обвинили врачей в халатности. Жительницу Оксаев госпитализировали с подозрением на коронавирусы. И теперь родственники уверены, что можно было спасти. Медики по какой-то причине не торопились оказывать помощь. И в итоге двое маленьких детей остались без мамы. Но так ли виноваты именно врачи? И в чём вообще причина, покажет экспертиза. Ну а пока давайте увидим, с чего началась эта грустная история. Семья 30-летней Желды с Мусиной требует привлечь медиков к ответу. Родные утверждают, что молодая женщина жаловалась на ухудшение самочувствия. Она угасала на глазах в приёмном покое больницы. Но пациентку не перевели в стационар, даже когда ПЦР-тест оказался положительным. До госпитализации Желды с проходил медицинское обследование. И никаких хронических болезней у неё не выявили. Просто такое отношение, знаете, никто не подошёл. Даже почему обезболивающие не делают? Где приказы Минздрава, вот так, что до выхода ПЦРа не оказывать помощь? Есть такой приказ? Почему они обезболивающие не делали, когда она умоляла, просила, укола, спину по третьим? Мама, мама, говорит, у меня спина, спина. Что процентное халатное отношение врачей? В управлении здравоохранения сообщили, что пациентку привезла в больницу скорая помощь. Согласно алгоритму, её направили в фильтр приёмного покоя. Здесь женщина находилась до получения ПЦР-теста. Учитывая, что признаков дыхательной недостаточности не было, пациентку оставили на фильтре стационара до выхода результата ПЦР-теста. И было назначено внутривенное инфузионное лечение. Однако ночью на фоне рискового ухудшения состояния женщины была осмотрена реаниматологом. И были начаты реанимационные меры. Однако они не привели к успеху. И в час сорок пять медики констатировали биологическую смерть. Причины смерти в данный момент устанавливают судебная медицинская экспертиза. Сейчас родные женщины обратились в прокуратуру. Роман Копняев, Айбулат Жигипара, Сылбек Абекенов, ТДК-42. Вот такую эту картину увидели мы за семь дней. Мы и наша команда в итогах недели. Конечно же, все события не удастся охватить за это короткое время. Все основные сюжеты, которые вышли за неделю, на нашем сайте tdk42.kz. Еще не забывайте, что мы вещаем в прямом эфире в режиме онлайн на сайте. Это не конец итогов недели. Впереди криминальная хроника о преступном мире, расскажет Марина Горбук. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте, дорогие телезрители. В студии для вас работает Марина Горбук. И в ближайшее время я расскажу вам обо всех криминальных событиях, которые произошли на текущей неделе. Не переключайтесь. Крупную партию героин пытались провести из России в Казахстан. Об этом сообщает прислужба департамента КНБ Республики Казахстан. Большое количество наркотиков обнаружили на казахстанской российской границе на автомобильном пункте пропуска с Рым. Выявить запрещенное вещество помогла служебная собака. Грузовым автомобилем, где были найдены наркотики, управлял гражданин Кыргызстана. Вещество белой-серого цвета было найдено в задних колесах автомобиля в мешках. Общий вес его составил свыше 135 килограммов. Задержанное и изъятое вещество были доставлены в департамент КНБ и постзападно-казахстанской области для дальнейших процессуальных действий. По результатам экспертизы было установлено, что изъятое вещество является героином весом 39 килограммов 341 грамм и гашишем весом 96 килограммов 151 грамм. При вскрытии левого и правого колеса задней оси транспортного средства были обнаружены тайники, в которые были уложены брикеты, обмотанные в полиэтиленовый пакет. Вещества были со специфическим запахом белого цвета. Общим весом 135 килограмм. В Атерау автобус насмерть сбил девушку. Трагедия произошла 23 мая в половине девятого вечера. Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Атерауской области, за рулем автобуса оказался 49-летний мужчина. Кроме того, в полиции отметили, что жительница Атерау 1994 года рождения переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. По данному факту начато расследование. На пересечении улиц Иргалиева и Баймухановой водитель автобуса совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть. В результате ДТП гражданка 1994 года рождения скончалась на месте. Последний звонок, к сожалению, не прошел без негативных событий. Видео с массовой дракой учеников в Магиславской области буквально разлетелось по Казнету. По словам очевидцев, потасовка произошла возле одной из школ в селе Бейнео. На кадрах запечатлено, как к месту происшествия бегут другие школьники и сотрудники полиции. В областном департаменте сообщили, что родителям стоит усилить контроль за детьми во время каникул. Причина драки пока выясняется. Что именно не поделили дети, мы пока не знаем. В полиции до выяснения обстоятельств задержаны семь человек. Данный факт зарегистрирован по статье «Хулиганство». Массовая драка произошла и в Уральске. Ролик также разлетелся по просторам интернета. Инцидент стали активно обсуждать в социальных сетях. В потасовке были задействованы не только мужчины, но и женщины. В полиции же прокомментировали, что инцидент произошел вечером 25 мая во дворе многоэтажного дома, расположенного в районе старого аэропорта. Оказалось, что первыми в конфликт вступили дети. Они поссорились во время игры. К перепалке присоединились и родители, которые затем начали выяснять отношения уже между собой. Причиной драки является ссора детей, которая переросла в словесную перепалку родителей, также в их рукоприкладство. В настоящее время по данному факту начато достойное расследование по статье 293 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Быть внимательными на дороге настоятельно рекомендуют сотрудники полиции. На текущей неделе один из автомобилей не уступил дорогу скорой помощи, в результате чего от удара скорая перевернулась. В машине скорой помощи находилась беременная пациентка. Женщину везли из Даринской больницы района Байтирек. В Уральске ей требовалась консультация кардиолога. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. А вот 27 мая в Уральске произошло ДТП, после которого уже в больнице скончался 69-летний пешеход. Как сообщили в пресс-службе полиции, он переходил дорогу в неустановленном месте. 27 мая примерно в 13.47 часов на пересечении улиц Сергея Туленина и Шолохова столкнулись Тойота Альфарт и машина скорой помощи. В машине скорой помощи на момент дорожно-транспортного происшествия находились беременная женщина и фельдшер. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Уральский суд вынес приговор 34-летнему мужчине, который в течение полутора лет носил свою 13-летнюю пачерицу. Девочка боялась рассказать обо всем своей матери, но в один момент не выдержала. Главной уликой на суде стала аудиозапись, на которой подсудимый практически признался в преступных деяниях. Вина подсудимого была доказана показаниями свидетелей и рядом экспертиз. Мужчина был признан виновным в развращении малолетней и на льсистильных действиях сексуального характера. Суд приговорил виновного к 20 годам лишения свободы. Аймагамбетов окончательно назначен на 20 лет лишения свободы. Вместо отбывания наказания определенного учреждения уголовной системы максимальной безопасности, Аймагамбетов пожизнен лишен правом заниматься педагогической деятельностью и занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Семь человек утонул в Западноказахстанской области на водоемах с начала текущего года. Среди них двое детей. Об этом сообщает в областном департаменте ЧАЭС. Так, по данным специалистов из последних случаев, 24 мая в районе села Подстепное утонул 16-летний подросток. 25 мая в день последнего звонка погиб выпускник школы в Каратубинском районе. 27 мая 20-летний парень утонул в селе Подстепное. Стоит отметить, что практически во всех случаях люди тонут по причине несоблюдения элементарных правил безопасности. Сотрудники ДЧС настоятельно рекомендуют быть бдительными, не купаться в запрещенных местах, не заходить в воду при плохом самочувствии и в состоянии алкогольного опьянения, не переохлаждаться и следить за детьми. Стоит отметить, что в области всего 13 официальных пляжей, где дежурят спасатели. На территории Теректинского района ребенок 2004 года рождения утонул. Труп был найден спустя 3 часа, также направлен на судебную медицинскую экспертизу. 25 мая на территории Каратубинского района был обнаружен из воды труп ребенка 2004 года рождения. По нему также назначена судебная медицинская экспертиза. На этом у меня все, дорогие телезрители. Такими событиями была насыщена текущая неделя. Всего вам доброго и берегите себя.